Девушки отдыхают Максим вернулся Ну ты думаешь, я тебе позволю это сделать? Иди ты, ребят Только через мой труп, предательница! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нейтрализовал Артура Максим! Максим, Лариса украла нашу дочь Лариса сбежала с нашим ребенком Она убрала нашу дочь Она уезжает, надо что-то делать Да успокойся Машина есть? Нет, у Артура есть мотоцикл, он задумал Ключи Я видела, куда он их положил Черт А это что такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жив, вызывай подкрепление Ситуация под контролем Идем изучать материал Ладно, зря стараетесь Вам меня не догнать Лариса Ворошилова так просто не сдается Черт, черт, черт Он столько тебя сделал Как я могла Что случилось? Ну че, живот скрутило. Хватит комедию ломать. Да какая комедия? Я вам сейчас всю машину заблюю. Мне надо выйти. Останови. Отойди подальше. Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт. Бензин. Ах, ну давай же. Ну мы же дотянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и финал. Пришло время платить по счетам. Не приближайся! Не делай этого! Я сама знаю, что мне делать. Теперь жизнь твоей дочери в моих руках. Пожалуйста, верни мне мою дочь. Я прошу тебя, верни мне мою дочь. Послушай, ребёнок ни в чём не виноват. Отдай ребёнка и уходи. Ах, так я тебе и поверила. Нам нужен только ребёнок. Правда, отдай ребёнка. Я не верю тебе. Вы не дадите мне уйти. Мы тебя не тронем, я клянусь тебе. Нет. Не делай этого. Я клянусь тебе, я не трону вас. Нет, не буду идти. Нет, не делай этого. Дед, здравствуй. Здравствуй, Андрюша. Рад тебя видеть. Проходи, раздевайся. Подожди, что происходит? Почему ты мне не звонишь? Я хочу знать подробности. Понятно. Значит, ты уже наслышан. В том-то и дело, что только наслышан. Мне позвонили из полиции. Сказали, что напали на след Ларисы. Я, естественно, сразу с расспросами к Морозову. Но он очень занят. Сказал, что ты в курсе. Это так? И еще. Я знаю, что к этому имеет отношение Наташа. Ну что ты молчишь? Пожалей меня. Я что тебе, чужой человек? Дед, так. Я же волнуюсь, в конце концов. Все именно так. Ну? Мама позвонила Крестному. В общем, все это время Лариса вместе с Артуром Романовым прятали маму. Держали ее в заперти. В доме Артура. Вот оно что. Дед, не переживай. Максим уже там, а с ним агент Интерпола. Немедленно сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Ну что, Наташка? Мне остается только разжать руки. Нет, 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 не делай этого. Я прошу тебя. Ты отобрала у меня мою дочь. Теперь я отниму твою. Максим, я умоляю тебя, пожалуйста, сделай что-нибудь, Максим. Не подходи. Я сброшу ее, я клянусь. Не подходи. Максим! 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 Андрюша. Андрюша, ну говори, не молчи. Катя, дело в том, что твоей мамы больше нет. Позвонил Максим, сказал, что она погибла. Как это случилось? Она пыталась бежать, выкрала ребенка. Хотела убить Максим, в последний момент успел спасти девочку, а она сорвалась с высоты. Значит, Максим убил мою маму? Нет, что ты, Катя. Она сама здесь. Все произошло случайно, просто никто не виноват, Катя. Иди сюда. Катя! Здравствуй, сынок. Привет. Посмотри. Привет. Привет. Здравствуй, я дорогой. Как мы рады, что ты приехала. Знаешь, как я скучала? Слушай, а ты прекрасно выглядишь. Даже помолодела. Ну, мне положено. Я же теперь молодая мама, как Катя. Плохо. Ей тяжело пережить смерть матери даже такой, как у нее. Бедная девочка. Она-то ни в чем не виновата. Да. Идем? Все. Пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама, что не так? Меня беспокоит состояние Кати. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У нее депрессия. Она постоянно молчит, ничего не ест и плачет. А ты пытался ей как-то помочь? Конечно, пытался. Но как только я начинаю говорить, сразу же параллельно начинается истерика. А может, надо пригласить психолога? Да ну вы что? Да не дергайте бедную девочку. Ну разве не понятно, что она ни с кем не хочет общаться. Тем более с посторонними людьми. Рит, ну что тут-то надо делать? Ничего не надо делать. В смысле? Ну как, в обыкновенном. Ну да поймите, ну девочке надо время. Она потеряла отца, мать. Так, а ну-ка, отставить переживать. Я обещаю, что позабочусь о Кате. Вот увидите, совсем скоро Катя войдет в норму. Честно-честно. Кстати, а сегодня я уговорила Катю погулять с Наташенькой. Вот так. Да, пусть, пусть ненадолго, пусть только во дворную. Тем не менее уговорила же. Слушай, Рита. Что? Ритуля. Спасибо тебе огромное. Правда, я бы сам не справился. Да не за что. Да, не умею ее утешать и вообще не знаю, что делать. Хочу тут знать. Ты просто будь всегда рядом с ней. Это сейчас самое главное. Спасибо. Что? У Ларисы больше нет? Лариса Ворошилова, находящаяся в розыске, погибла при попытке задержания полиции. Преступница сопротивлялась, до последнего взяв в заложники младенца. Алло. Добрый день. Это Ирина Асачи. Вы меня помните? Отлично. У меня есть для вас работа. Мне нужно оформить дарственную. Добрый день. Не ожидала вас застать. Кать, послушай. Я знаю, что тебе очень тяжело. Я теряла близких людей. Я знаю, как это. Но надо бороться. С чем бороться? Со смертью бороться бесполезно. Но ты-то живая. Поэтому надо собраться. Надо взять себя в руки и начать жить ради Андрея, ради дочки. Да ради себя, в конце концов. Зачем вы мне это говорите сейчас? Я не собираюсь умирать. Да, но… Знаете что? Я не хочу об этом разговаривать. Я просто хочу побыть одна. Все. Алло. Дядя, ты где? В тюрьме? Да нет, не в тюрьме. Послушай, я не могу долго говорить. Я вообще звонил, чтобы попрощаться. Но больше с тобой никогда не увидимся. Так что держись и пожелай мне удачи. Ну что ж, желаю тебе тогда удачи. Прощай. Да, малыш? Да. Наталья Андреевна Бондарчук. Мохик. Ну что, Максим? Кашу сварил? Сварил. Памперсы поменял? Да поменял я все. Спать уложил? И спать я уложил. Слушай, ну не злись. Ну я же не виноват, что стал отцом раньше, чем ты. Ну как бы опыта побольше. Ничего. Я еще не волшебник, но все впереди. Научишься. Если что, обращайся. Мы поможем. Да, Наташка? Непременно. Вот, Анна Петровна, Рита готовила очень вкусный пирог. Не откажетесь, надеюсь? Конечно, нет. Если Рита, никогда не откажетесь. Гарантия качества и вкус. А на-ка. Аркадельница. Наташенька, вы когда ребенка пойдете регистрировать? А мы уже были в ЗАГСе. Подожди, как были? Так. А что ж сразу ты не сказала? Как назвали девочку? Анечка. Это в честь меня, что ли? Да. Господи. Я даже не представить себе не могла. Ой, какие родные. Я для вас все сделаю, правда. Ловлю на столы. Но это еще не все. Как не все? А что еще? Анна Петровна, а вы станете крестной мамой Анечки? Конечно, это же счастье, это же радость какая. Хорошо. А то моим кубом, ну, в смысле, крестом моим, девочкиным, Анечкиным будет. Федор Михайлович. Ну, конечно, если вы не против. Ну, почему я против? Я не против, я... Он знает вообще сам. Вон. А вы вот с ним и поговорите. Он у нас строгий, вдруг откажется. Я ему откажусь, в смысле, я поговорю с ним. Посмотреть? Анечку можно? Конечно. Она сейчас с Максимом. Да. Духаченька. Катюш. Тебе надо поесть. Между прочим, вот твой любимый торт. Андрюш, я не хочу, у меня совсем нет аппетита. Надо. Ты целый день ничего не ела. Хочу, я тебя покормлю. Нет. Не надо. Слушай. А что, если мы вместе Наташку искупаем, а? Давай. Давай ты ее искупаешь, а я здесь попаду, хорошо? Ну, хорошо. Спасибо тебе. Катенька. Кать. Да. Тебе дедушка пришел. Здравствуй, Андрюша. Здравствуй. Ну, я пойду Наташеньку искупаю. Я с тобой, Ред. Катюша, послушай, девочка, я понимаю, тебе сейчас особо ни с кем говорить не хочется, но у меня к тебе, вернее к вам с Андреем есть одна просьба. Я очень хотел бы, чтобы вы переехали ко мне. А то у меня дома сейчас такая тяжелая атмосфера. У тебя лучше будет. Все-таки родной дом, родные стены. Хорошо? Я скажу. Я скажу. Недуль, тебе спасибо за предложение. Я скажу Андрею, я обещаю. Просто мне кажется, что если мы переедем, мне все будет напоминать о папе. Да и о маме тоже. Я знаю, сколько горя она нам принесла. Но она моя мама. Так что нет, ты прости, не сейчас. Да-да, конечно, конечно. Ну что-то успокойся. Ну ты все-таки подумай, хорошо? Привет. Привет. Цветы. А по какому поводу? Спасибо. Настя, я хочу сделать тебе предложение. От которого я не смогу отказаться. Надеюсь. Настя. Будь моей женой. Тебе надо подумать. Ну что тут думать, Коля? Я согласна. Так что такие вот у меня дела, Пашка. Ничего хорошего. Ну хоть до суда выпустили, то хорошо. А там папа найдет толкового адвоката. И? Неудачники мы с тобой, Ивана. Ничего у нас не получилось. Остались мы с тобой вдвоем. Ты и я. Да, точно. Угу. А знаешь что? Ты мой самый близкий, лучший друг. Спасибо тебе большое. Ты единственный, кто меня поддерживал и понимал. И тебе спасибо. Угу. А знаешь что, Пашка? Я тут подумала. А ты мне больше, чем друг. А ты мне нравишься, вот. Угу. Угу. Да? Угу. Я всегда хотел тебе нравиться. Угу. Слушай, скоро как-то стемнеет. Ну да. А может пойдем в отель? Угу? Давай. Давай. А? Давай. А? А? А пошли. Какая они вообще синим пламенем? А? Угу. Ну да, пошли. А? Угу. 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 Я соврала. У нас с Максимом ничего никогда не было. Он любит и всегда любил только вас. Вы. Ненавидите меня. Знаешь что. А давай не будем вспоминать прошлое. Что было, то было. Ни кем на тебя не сержусь. Спасибо вам Спасибо Наталья Ивановна Вы замечательный человек Ты знаешь Андрей выиграл Теннисный турнир И мы собираемся отметить И хотим пригласить тебя Как ты на это смотришь? А это удобно? Ну конечно Уже придумала Кого мы пригласим на свадьбу? Да Родственников Так Это понятно А еще? Еще? Ну Можно коллег С работы И все Так а к чему ты ведешь? Настя Потому что нам надо пригласить Максима Нечаева и Наташу Бондарчук Максима и Наташу Как-то я не подумала Ну почему нет? Да действительно Я не держу на них зла Надо заказать пригласительные Умница Ну что Пойдем покупать тебе платье? Пойдем Долго еще? Уже почти закончил Ты как себя чувствуешь? Нормально Слушай Я вот завтра сдам диплом А потом Давай вместе куда-то уедем Только ты и я М? Не знаю А Наташка как? Ну У Наташки У меня не к полон дом Справится Здрасте Да Катюш привет Как ты? Послушай Нам нужно с тобой встретиться Ир Я бы с удовольствием Чувствую себя неважно Настроение такое Делать ничего не хочется Давай может быть в другой раз Кать Нам нужно серьезно поговорить Это очень важно Для тебя и твоей семьи И вообще Встряхнись И приходи Я жду тебя через час в ресторане Ну хорошо Я Скоро буду Куда ты едешь? Да Ира позвонила Хочет увидеться Зачем? Говорит что у нее важное дело И она через час ждет меня у себя в ресторане Ну ладно Езжай Тебе и вправду пора развеяться Если что звони Я Заберу Хорошо Я скоро Я не знаю как жить дальше Я постоянно думаю о родителях Мне каждую ночь Каждую ночь снятся страшные сны Я думала что так бывает только в кино У меня сейчас вся жизнь похожа на какой-то фильм ужаса Я просто не могу встать с кровати Катя скажи на что бы ты пошла чтобы спасти свою дочь? На все А если бы она серьезно заболела Ее можно было бы спасти только ценой собственной жизни Ты бы это сделала? Я не понимаю зачем ты сейчас об этом говоришь С Наташей все абсолютно в порядке Она здорова Да слава Богу Но я очень хочу чтобы ты поняла Что твой отец поступил как настоящий мужчина Он подарил тебе жизнь дважды Один раз когда ты родилась А другой когда спас тебя А ты вместо того чтобы принять с благодарностью этот подарок и жить Ты конючишь Тебе не кажется что он сделал это для того чтобы Ты не валялась здесь в депрессии А твоя мать Ну ты сама все знаешь Она была далеко не идеальной И если честно то Последние годы она во весь опор Неслась к этой пропасти И в этом никто не виноват Я знаю что ты права Я знаю Только что Катюш Вспоминай не только хорошее О плохом забудь Так будет лучше и тебе И Андрею И вашей дочери Какая же ты у меня мудрая Все таки Спасибо тебе Катюш я просто В жизни своей наделала немало ошибок Так ладно Давай О том ради чего я тебя сюда позвала Давай Держи Это дарственное Я хочу подарить тебе этот ресторан У меня ресторан А ты? Я? А я все равно уезжаю Куда уезжаешь? Ну не знаю Далеко Ну я надеюсь не навсегда Не знаю как получится Так Катюш Это документы Ресторан уже принадлежит тебе Так что можешь приступать к работе Прямо с завтрашнего дня Поздравляю Спасибо тебе Но я не хочу чтобы ты уезжала Катю Мне это сейчас очень нужно У тебя есть свое дело Бизнес Бизнес Катюш Но если ты соберешься Проверишь характер Все обязательно получится Я постараюсь Спасибо Ну а как вкусненько? Очень вкусно Я пойду наверх Катюшу отнесу А то она вчера поздно пришла Спит наверное еще О Доброе утро Доброе утро Доброе Катя Катя Ты Шикарно выглядишь Спасибо Ты тоже Утро ведь действительно доброе Видели какая погода хорошая? Ну Я хочу Я хочу извиниться перед вами За то что я Так долго мучила вас Своей депрессией Катюш Ну мы же все понимаем Я знаю что вам было нелегко Особенно тебе Андрюш Прости меня любимый Пожалуйста Я тебе обещаю Что теперь у нас Все будет хорошо Мы За тебя рады Ты молодец Катенька Ты просто умничка Но Это еще не все Дело в том что С сегодняшнего дня Я владелица ресторана Камильфо Как это? Но это же ресторан Ирины Был Она мне его подарила Не нужно делать Такие глаза Я вам сейчас все объясню Вот только позавтракаю Да да конечно Конечно давай Может тебе лучше сок? Да Апельсиновый Апельсин точно? Да Маш Маш Привет Привет Послушай у меня сегодня Сдача диплома Защита диплома Если ты мне сейчас Не скажешь Когда мы поженимся Я все завалю Клянусь Лень Ну так не честно Это шантаж Хорошо Это шантаж Но Маша Давай Поженимся Как насчет следующего месяца Маша Пожа Клянусь 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 Кто это? Это я. Невеста твоя. Невеста? Господи, Иван, ты как скажешь – невеста. Когда мы с тобой поженимся, будем жить с тебя. У вас дом большой, мне всегда у вас нравилось. Через пару лет я порожу ребенка, а мне будет помогать твоя мама. Она у тебя такая милая. А работать я не буду. Зачем вы и так богатые? Да, и ты через пару-тройку лет начнешь прилично зарабатывать. Че ты несешь, Аня? Че ты несешь? Ну, хорошо, через пять лет. Ну, какая разница, к этому времени нам уже родители купят особняк где-нибудь за городом. Иван, какой поженимся? Тебе вот-вот срок дадут. Дадут, а папа отмажет. Ну, допустим. Я все равно тебе жениться не собираюсь. Почему? Мы же с тобой пара. Какая мы пара? Паш, так ты же вчера, ты же в любви признавался. Ну, я был пьян. Любил. Протрезвел, разлюбил. Вот так. Паша, ну не оставляй меня одну. Паша, ну ты же у меня один-единственный остался. А кто тебя оставляет, солнышко? Так. Все-все-все. Счастливо осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что вы так переживаете? Наверняка отмечают сдачу диплома Дело молодое, всякое бывает О, так А вот и они Ну что, Андрей, рассказывай Ленька Сейчас все расскажу Сейчас все расскажу Дело в том, что мы С Леней пили Сразу за два события Первое Это то, что Маша Маша Машулька Приняла его предложение И за диплом Я Пил только за диплом За тебя, Катя Маша Я очень тебя люблю Я очень счастлив, что ты Будешь моей женой Тш-ш-ш Леня Дружище, я уже все объяснила Ты молодец, Андрюшенька Ты просто, Андрюшенька Конечно Иди Спадки Спадки И Ленечку Ленечка тебе придет Давай, давай, давай Ленечка сейчас Да Папа Спадки Я же говорила, дело молодое Ой Что с тобой Тихо, тихо Ничего, ничего Просто так это Да, сейчас Голова закружилась Пройдет это Не надо воды Наташенька Я тебе уже давно хотела Вернее, мы с Ромой Давно уже хотели сказать Ну, все как-то За этими событиями Сама понимаешь В общем Что, что Да Беременная А я сбежала посмотреть Что вы тут делаете А, что я здесь делаю И что тут можно съесть Вкусно Вот правильно говорят, да? Что без салата оливье Новый год, не Новый год Это правда Вкуснятина Ну, как вы тут? А ты чего? Она слышишь, плачет Чего ты бросила? Извините Так Максим, а где звезда? Ой, слушай, давай только без звезды Давай маковку повесим Почему я хочу звезду, как раньше? Я тебя тоже очень сильно люблю Я тебя люблю Ладно, ты без звезды Чуть Неправильно составил график дежурств На уходящий год Праздник, а мы с тобой работаем Очень даже правильно, Коля Зато мы вместе работаем Иди сюда О, вот счастливчик Новый год будет дома встречать Да, счастливчик Дома В полном одиночестве Счастливчик Алло Кто? Алло С наступающим Нет, планов никаких Конечно же приду Да, спасибо за приглашение До встречи Так Больше Ну что, с Новым годом меня С Новым счастьем Ну и с новой страной Чин-чин У меня есть тост Сейчас так Давай С наступающим вас Ура 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 Здравствуйте Здравствуйте А вот и Дедушка Мороз И подарки Я подарки вам принес Значит Вот Это вам Полотенце Курнатовского Полотенце Курнатовского Так Да Очень полезное Адаме Люстра Чижевского Спасибо, Дед Ай, пожалуйста Спасибо, Дедушка Угостить надо? Держи Дед Ну С Новым годом С Новым годом С наступающим С наступающим С наступающим Е-е-е-е Хорошо Давай, давай, давай Ну что, друзья Давайте с вами выпьем И попрощаемся А мне можно? Можно, можно Плюс только по чуть-чуть Мы с Леша Хорошо Потому что в этом году Мы с вами трезвыми Не увидимся Ура С Новым годом Ура С Новым годом Пусть бокалы звенят Пусть искрится вино Пусть ночной звездопад К нам заглянет в окно В эту лунную ночь Без улыбок нельзя Боль и горести прочь С Новым годом Друзья С Новым годом С Новым годом Из этих рук Даже Ритуля не убежала Дорогие мои Новый год Семейный праздник Я встречаю его С самыми близкими С самыми любимыми И родными Спасибо, что вы есть Счастья вам С Новым годом 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 Я не пью Я кормящий отец Милый Может быть Мы С Новым годом С Новым годом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok